Все остальные, в частности родственники некоторой части мобилизованных, и не только лишь, наблюдают странную тенденцию. Они говорят и наши представители местной власти Запорожского региона, что сейчас создается такой треугольник, практически Бермудский. Мы сегодня придумали ему название. Это Работина, Вербовая, Новопрокоповка. И там, Ольга, в этом треугольнике просто-напросто теряются российские солдаты. Ни трупов нет, ни связи с ними нет. Разные версии их гибели озвучивают вот эти их жены, подружки и все остальные. Потому что кто говорит, просто пропал, кто говорит, подорвался на мине. В общем, не то, что туман войны, а что-то неладное происходит. А какова может быть участь вот этих попавших в Бермудский треугольник российской оккупационной армии? Вы знаете, я бы добавила в этот треугольник еще название Зайцево. Зайцево – это тюрьма, такая скрытая тюрьма на оккупированной территории, насколько я понимаю, в ДНР. Зайцево где-то вот несколько дней назад стало такой очень странной столицей, где как раз находятся некоторые бойцы, бывшие бойцы, насколько я знаю, бывшие заключенные. Это такая большая тюрьма, неофициальная. То есть это яма в каком-то подвале. По крайней мере, известны имена 28 бывших бойцов, которые полгода уже отвоевали в Украине и хотели бы вернуться домой. Тут им сказали, нет, ну какой домой? Вот теперь в тюрьму за ваш отказ стрелять. Они отказались стрелять. Еще сегодня у меня выпался один заключенный, тоже очень странно. Я эту информацию сейчас перепроверяю, но она, прямо скажем, странноватенькая, но она очень прямо похожа на Зайцево. Он написал из сезона номер один Краснодара, что вот он, Вагнеровец, был в отпуске, его в этом отпуске арестовали, задержали, отправляют опять на фронт. Но у меня очень много вопросов, какой такой отпуск. Конечно, отправляют на фронт. То есть вот эти вот люди, которые, бывшие заключенные, посчитали, и их родственники посчитали почему-то, что их забрали на полгода, хотя с самого начала было понятно, что этот контракт бессрочный, они почему-то в это поверили. Побросали оружие и решили ехать назад домой в Россию. Нет, не получится, ничего не получится. Я думаю, что это одна сторона Бермудского треугольника. Вторая сторона Бермудского треугольника – это погибшие, которых просто решено почему-то не отдавать, считать. Потому что непонятно почему, потому что всегда трупы бросали, сколько у нас пропавших без вести, неопознанных и так далее, и так далее, и вообще просто пропавших. Ну и третью сторону, я думаю, что мы тоже скоро встретим на оккупированных территориях в том или ином виде. Возможно, в виде Росгвардии, возможно, в виде каких-то копальщиков, окопов. Ну, собственно, посмотрим. Но вот сторону под названием Зайцево мы сегодня увидели в ярком свете. По крайней мере, 28 – это с именами. Они говорят о гораздо большем количестве людей. А почему выгодно умалчивать? Можно подать «нет тела, нет дела», можно не платить, да и количество жертв не озвучивать. Или какая вот аргументация, если они пропадают и именно погибают, то почему о них молчат? Ну, конечно, «нет тела, нет дела». И плюс ко всему, смотрите, пока не проговорился две недели назад замминистра ювестиции и не сказал, что в колониях осталось 266 тысяч человек, мы не знали, сколько зарабовала Минобороны. И еще раз, с Вагнером было легко считать. Он на своем вертолете перелетал из точки в точку. И в каждой точке мы знали, сколько он забрал. Здесь же забирают сразу, одновременно, везде и всех. Во всех точках, сразу во всех зонах. Я считала как-то, в общем, обычными темпами, эшелонами. И у меня получалось где-то вот, что забрали, ну, чуть больше 50 тысяч. Это за какой промежуток? С февраля по октябрь. А вот сейчас, после озвученных цифр, оказалось, что их гораздо больше, чем 100 тысяч. Их вдвое больше, чем, вот, я пыталась считать по головам. Их просто вдвое больше. И вроде бы такое огромное количество людей, завербованных, совершенно невозможно пристроить на фронт. А куда-то вот пристроили. Куда-то пристроили. Более того, попытки, любая попытка дернуться, она вот чревато закапанем в яму. И опять же, тут же нам новости это все объясняют. Их сажают в яму. И, с другой стороны, резко увеличивают бюджет в СИН, для того, чтобы они сидели не в яме, а уже в большой тюрьме, куда пометится гораздо больше людей. Поэтому бюджет надо увеличить срочно на 30% и срочно фигачить, строить тюрьмы на оккупированных территориях. Очень нужная вещь. Зачем там школа? Зачем там больница? Ну, зачем там что-то еще? Ну, тюрьма, прежде всего, скорее-скорей. А вот я так понимаю, что они попадают потом еще в ЧВК Редут в своей массе или нет? Потому что британская разведка говорит, что сейчас туда бросают всех и бывших вагнеровцев, и новых завербованных. Но или их просто разбрасывают как часть какой-то регулярной армии? Кому они вообще подчиняются? Или все равно, кому просто так скопами бросают на разные направления, где дырки надо запихать? Ну, ЧВК Редут, вот это у нас новая звезда. Это у нас вполне себе взошла новая звезда, которая такая усиляется, такая большая черная звезда. Там нет яркого лидера, каким был Пригожин или каким был Уткин. Но, видимо, принято решение, что больше звезд спаси большое. Не надо такой яркости. Плюс ко всему, все-таки этот Редут, он все-таки под Министерством обороны действует. И выяснилось, что эти все ответвления, там, рысь, ветеран, это все, на самом деле, дочки подразделения, вот этого разрастающегося монстра ЧВК Редут. Потому что, конечно, все заключенные, они в эти знаменитые Шторм-Зет, они просто не влезают. Они не влезают, и поэтому они переходят в разные ЧВК, где уже несколько по-другому действует воинский устав, и по-другому можно себя вести. И ничто не мешает, конечно, отправлять солдат из Шторм-Зет в ямы, без всякого военного суда, без гаупфахты, без всего, ничто не мешает. Но в ЧВК-то это еще проще. Да, действительно. А ЧВК до сих пор не разрешены и никак в законодательном уровне не регламентированы, если я не ошибаюсь, в Российской Федерации? Или что-то поменялось глобально? Они не разрешены, но Путин с момента мятежа Пригожина уже несколько раз говорил, что ЧВК не существует, в том числе ЧВК Вагнер не существует. Потом принимал Трошина по кличке Седой и отдавал ему командование ЧВК. Потом, собственно, до этого еще встречался и с Пригожиным, и с Луткиным, и с Торшином до гибели Пригожина. Потом он говорил о том, сколько денег дал Вагнеру, потом снова говорил, что его нет, и перестал существовать. То есть пока Путина несет вот как маятник туда-сюда, и совершенно непонятно, какой у нас прогноз сегодня, милый, какой прогноз у Путина вообще не предсказать никогда. Я думаю, что он сам, учитывая, как ни крути, куда ни езди и с кем ни коллаборируйся, типа Ирана, КНДР и Китая, проблемы-то на фронте, они все равно есть, как ни крути, провалы тоже есть, чтобы он там не говорил, но он уже и говорит, что мы вот уже в обороне, он оказывается. Он при этом штурмует Авдеевку, все туда бросает, но говорит, что готовимся к новым наступательным действиям вооруженных сил Украины. Тоже как-то биполярные эти все заявления. А зачем, кстати, как вы полагаете, он бросает всех и штормзет, и зэков, и незэков, и регулярную армию на Авдеевку и ставит вот эти даты? До 31 декабря уже захватить надо Донецкую и Луганскую область, уже 156 раз переносит. Это так перед выборами или зачем? Ну, Путин же косплеет, косплеет Вторую мировую войну очень во многом. Причем то в одну сторону, то в другую, да, то Гитлера, то Сталина. А это, конечно, вот эти вот сталинские удары. Ведь посмотрите, например, вот с Крымом себя ведет ровно так, как вел себя Сталин с Кенигсбергом, с Калининградской областью. То есть как можно больше местных жителей должны уйти, и как можно больше должно быть там переселенцев. Вон сколько в Крыму новых людей, которых там не было до 2014 года. И он еще сегодня Тихона Шевкунова еще сверху как вишенку на торт посадил. Своего дорогого и любимого просто последний отдал, последний из рубахи. А он говорит, я не хочу ехать, это Колыма. Конечно, Колыма. Там же сколько содержится пленных украинцев, и украинских военных, и похищенных херсонских заключенных, и кого там только нет. И крымские татары, и сейчас суды идут над Азовцами. И там действительно Крым превращен в большую тюрьму. Он помер, сколько народу сидит, сколько народу сидит в Чунгаре. И уже мы все названия выучили всех зон крымских, конечно. Это Колыма 1937 года. Вот Крым вот и превращен. И, ну, конечно, Путин все делает, как Сталин. К 7 ноября, там, я не знаю, взять, что там брали. К 1 мая взять вот это. К какому-то празднику еще что-нибудь. Абсолютно, абсолютно сталинский вариант. А это что не хочет Тихон ехать? Потому что понимает, что Крыму недолго осталось? Ну, помимо того, что Крыму в плане того, что Путин думает, что он российский. Или что нему там некомфортно будет? Нет, ну, одно дело быть духовником Путина. В общем, вполне себе сидеть в теплой келье и пить чай с диктатором. И влиять как-то на его мозг. Понятно, что Дугинского такого плана. Это, в общем, одна поле ягода. И совсем другое дело оказаться в Крыму, где, в общем, та еще паучья банка. То есть, в общем, давайте так, все-таки Тихон Шевкунов, он не сколько деятель церковный, сколько он вполне себе деятель политический. Деятель политический, причем такого интриганского плана, нечто среднее между кардиналом Ришелье и Гришкой Распутиным. Такое вот, нечто среднее. То есть царицы нет, поэтому влияет не на кого, а так все остальное есть. То есть влияет на царицу царя в одном флаконе, а там и Аксенов, и Разважаев, много там всего интересного. И ему придется жить в паучьей банке. А он так уже максимально дистанцирован, например, от патриарха Тихона. Потому что совершенно понятно, что у патриарха Тихонова есть преемник. Это, конечно, только Шевкунов и больше никто, что Тихона совершенно не устраивает. А тут получается, что его сослали вот туда, Аксенов какой-то полубандит, Разважаев. И вот это все там генералы, и ему там надо будет как-то защищать святой Херсонес. Ну уж, не знаю, сдалась ли ему Таврида, будет Шевкунов-Таврический. Продолжение следует...